7 апреля – Всемирный день здоровья. Большой вклад в наше самочувствие вносит физическая активность. Сегодня, благодаря реализуемым национальным проектам, спорт становится нормой жизни, доступной каждому. И большую роль в этом играет социальная политика крупных компаний, таких как «Славнефть», «Мегионнефтегаз», для которой поддержка развития физической культуры – важнейшее направление программы социальных инвестиций. О развитии спорта в «Мегионе» в сюжете моего коллеги Николая Силина. «Мегион» – город нефтяников, который по праву можно назвать и городом спортивных надежд. Здесь ежегодно проходят турниры регионального и российского масштаба, а местные атлеты добиваются больших успехов на крупных состязаниях. Во многом эти достижения стали возможны благодаря тому, что «Славнефть», «Мегионнефтегаз» в рамках соглашения с правительством округа активно развивает спортивное направление. Здесь созданы все условия, чтобы заниматься хоккеем, вообще любым видом спорта. Все здесь хорошо, ледовый дворец спорта шикарный. У детей здесь есть полностью комплекты формы, клюшки. Полностью мы одеваем, грубо говоря, на лед ребенка с начинающего возраста. Команда игроков 2013 года рождения недавно вернулась из «Сентуков» с победой. Они стали лучшими из восьми команд. Тренер Николай Швейкин в «Мегион» приехал по приглашению. Он четырехкратный бронзовый призер высшей лиги. Уверен, что с такой поддержкой и тягой к тренировкам у подопечных большое будущее. Я нападающе, мое любимое ображение в один в один. Вот у вас был турнир в «Сентуках». Сколько этот шайб заколдил? Шесть. С «Мегионской спортивной школой юность» нефтяники сотрудничают сразу по нескольким направлениям. При финансовой поддержке компании уже несколько лет проводится открытый региональный турнир по фигурному катанию «Югорские звездочки». Спортивный комплекс оснастили современным световым оборудованием. Также в «Мегионе» интенсивно развивается направление по прыжкам на батуте. У нас воспитано 18 мастеров спорта, один мастер спорта международного класса. И многочисленные разряды, кандидаты. Трое воспитанников заслужили право представлять на соревнованиях сборную страны. Оттачивать мастерство спортсменам помогают приборы видеофиксации. Вся тренировка записывается. После выполнения упражнения спортсмены в замедленном варианте разбирают свои ошибки. Варвара 9 лет занимается прыжками на батуте. Сейчас защищает в честь сборной Ханты-Мансийского автономного округа. А что тренер обращал внимание? На раскрывание, на высоту, перемещение и техника. Раскрывание – это то положение на самой верхней точке батута, в прыжке, когда надо выпрямить ноги и быть в прямом положении. «Мегион Нефтегаз» поддерживает клуб спортивного бального танца «Нюанс». В городе ежегодно проходят крупные турниры, а воспитанники и сами несколько раз в месяц выезжают на соревнования за пределы города. Скоро со своими подопечными Анастасия отправится на первенство России. Для них это первые соревнования такого уровня. «Сурульников Антон, Букрова, Татьяна – это как бы именно те дети, которые сейчас едут на первенство России. Но я считаю, что моя любовь к ним – это заслуженно, потому что они ни разу, во-первых, не подводили. И как бы они любят свое дело, они постоянно в зале, они тренируются, они хотят развиваться, и как бы у нас есть общие цели». В городе есть боксерский клуб, созданный на базе девятой школы. Это отразилось в названии «Девятый легион». Недавно у клуба появился свой зал единоборств. «Мегион нефтегаз» помог его отремонтировать и оснастить инвентарем. Сегодня здесь проводит мастер-класс звезда мирового бокса Алексей Тищенко. Он сам родом из маленького города, потому уверен, что отдаленность от столицы не является препятствием для достижения высоких спортивных результатов. «Так как у меня в моем детстве этого не было, я стараюсь всем детям максимально дать как можно больше таких шансов. И, возможно, кого-то это простимулирует для дальнейших спортивных побед». В городе созданы благоприятные условия для занятий спортом как на любительском, так и на профессиональном уровне для всех категорий населения. А значит, что в скором времени «Мегион» из города спортивных надежд превратится в город ярких спортивных побед. Ведь уже сейчас среди этих юных ребят видны будущие чемпионы. Николай Силин, Максим Марченко, Вести, Регион, Тюмень.